Лето подходит к концу, совсем скоро 1 сентября. Школьники сядут за свои парты, а студенты вернутся в университеты. В Мариуполе находится несколько крупных вузов. И как ожидают сами сотрудники сферы образования, по сравнению с прошлым непростым учебным годом, когда студентам пришлось выйти на пары в октябре, а некоторые учились удаленно, в этом году учебный процесс должен вернуться в свое обычное русло. Прошлый учебный год Мариупольский государственный университет начинал в октябре. Из-за нестабильной обстановки рядом с городом, вступительная кампания длилась два с половиной месяца. Но уже в этом году МГУ успешно наладил работу летом и планирует вовремя открыть свои двери для студентов. Мы осуществили набор, полностью закрыли выделенные нам бюджетные места, набрали контрактников. И в целом, по результатам, мы считаем, что достаточно успешно. По словам секретаря приемной комиссии Юлии Константиновой, в этом году набор студентов оказался меньше, чем в прошлые годы. Это объясняется тем, что спецификой нашего положения сегодняшнего и часть наших потенциальных абитуриентов, которые раньше поступали к нам, они оказались сейчас на неподконтрольной украинской территории. Следовательно, они не сдавали ЗНО и не могли поступать в наш вуз. Школьники с территорий, контролируемых незаконными формированиями, которым удалось получить украинские аттестаты, приехали учиться в Мариуполь. Есть и небольшой приток студентов из донецких вузов. Это те детки, которые экстерном заканчивали школу на территории Украины и сдавали ЗНО. Студентов из донецких университетов поток небольшой. Я так понимаю, что основное число тех, кто хотел остаться на Украине, они перерегистрировались в свои вузы на территории других городов и там продолжают свое обучение. У нас есть такие дети, которые перешли к нам уже с украинских вузов, но не так много их. По словам Константиновой, вступительная кампания 2015 года прошла успешно и университет провел зачисление студентов в общеукраинские сроки. Этот год показал, что реально мы можем рассчитывать на Мариуполь и близлежащие территории, потому что студенты из других областей у нас есть, но уже не в тех количествах, которые были раньше. Это в первую очередь связано с тем, с общей ситуацией и том, что СМИ очень активно, как бы сейчас Мариуполь звучит и звучит в негативном ключе. То есть те люди, которые живут непосредственно в Мариуполе или вот на близких территориях, они как бы более спокойно относятся к таким сообщениям и спокойно поступают в наши вузы города. Но о приезжих достаточно напрягает сильно вот именно слава о том, что вот под Мариуполем бои и так далее. И это вызывает определенный отток, вызвало определенный отток абитуриентов. И в целом вот будем пересматривать свою профориентационную работу. Приазовский государственный технический университет также успешно провел вступительную кампанию. Набор осуществлен практически на все специальности, о чем нам рассказал ингредиент этого вуза Вячеслав Болошин. Специальности, которые пользуются повышенным интересом, это специальности по IT-технологиям, это традиционный менеджмент и экономика, это традиционный транспортные специальности. Там у нас достаточно большое количество контрактных студентов. План приема мы выполнили, хотя в этом году план приема был увеличен на 30 человек дополнительно. Но тем не менее мы выполнили план приема. И я уверен, что мы набрали достаточно грамотных ребят на первую курсию. По словам руководителя по ДТУ, около 80 человек с неконтролируемой украиной территорией Донецкой области планировали поступить в этот вуз. Однако из-за проблем с документами не смогли этого сделать. Наверное, 80 ребят, если под контролируемой территории. Но, к сожалению, они не имеют права учиться в вузах в Украине, потому что они не имеют на руках дипломы или документы по украинским образцам. Ректор технического университета отмечает, что обстановка рядом с Малиуполем влияет на жизнь студентов и преподавателей. Но вуз делает все от него зависящее, чтобы учебный процесс не прерывался. Ощущали прошлым летом, ощущали прошлой осенью. Есть определенные, так сказать, у людей опасения. Так как в городе, так и у нас ничего нового нет. Поэтому вызов для нас был связан с тем, что некоторые ребята, некоторые студенты вместе с семьей просто выезжали из города. Но они обучаются у нас и по дистанционной форме, и по завоечному. То есть меняем форму обучения, а ребята остаются. Глава по ДТУ отмечает, что студенты активно участвуют в общественной жизни Мариуполя, помогают переселенцам и другим пострадавшим от конфликта на Донбассе. Вот та ситуация, которая есть в городе, это, скажем, наплыв беженца в прошлом году, это вопросы питания, это вопросы обслуживания больницы и так далее. Должен сказать, что наши студенты, они вовремя подхватили вот этот, как вы говорите, вызов, и они проявили себя достаточно мудро. Во-первых, наши ребята за их плечами, такие волонтерские дела, как, скажем, обслуживание тех людей, которых мы приняли беженцы в общежитии, там люди приезжали без одежды, без ничего, вот, ребята им там помогали. Наши волонтеры добровольно сдавали кровь для раненых бойцов в больнице города. Ребята, если так не ошибаюсь, они собрали где-то больше 22 тысяч гривен для того, чтобы закупить медикаменты в те больницы, в которых, так сказать, находились там травмированные люди с восточного района, там, скажем, солдаты травмированные и так далее. Вот. Ребята очень активно поддерживали, в том числе и наших сотрудников, которые попали вот под бомбежку на восточном районе. Они собрали тогда около 30 тысяч гривен там, ездили сами, восстанавливали там окна людям, нашим коллегам. Около 300 ребятишек, наших студентов, они участвовали в сооружении оборонительных, вернее, строительстве оборонительных сооружений вокруг Мариуполя. В Мариуполе обосновался один из донецких вузов-переселенцев. Приказ о переезде Донецкого государственного университета управления был подписан 18 ноября 2014 года, а сам процесс переезда затянулся до конца марта. Можно сравнить это с тем, что вот человек, который в ночной рубашке от взрыва выскочил на улицу. Так прискочили мы. У нас не было ничего, у нас не было уставленных документов, у нас не было программ, у нас не было метода обеспечения, у нас не было ничего. Вот что осталось у человека в голове, многие ведь не могли вернуться даже, посмотреть, что у него в компьютере. И все это надо было восстанавливать. Университет использует здание своего мариупольского филиала, которое оставляет желать лучшего, особенно если вспомнить ту материальную базу, которая была у вузов Донецке. Сравнивать просто практически невозможно. Если в Донецке у нас было 6 корпусов, и по-моему 6 общежитий, то здесь единственный корпус, и общежитий нет. Вот немножечко в прошлом учебном году нам помогал Мариупольский государственный университет. Как будет в этом году, мы не знаем, вот пока еще приедет ректор, будем с ним конкретно разговаривать, ректор Мариупольского, будем с ним конкретно разговаривать в части помощи. С общежитиями решаем это своими силами, помогать там техникум, обращаемся в техникум, в училище и так далее. По словам исполняющего обязанности ректора Донгуу Светланы Маровой, примерно треть студентов приехали из Донецка вместе с университетом в Мариуполь. Треть разъехались по городам Украины, остальные остались на территории неконтролируемой украинской властью. То же касается и преподавательского состава. Сложности у Донгуу были и со вступительной кампанией в 2015 году. У меня тяжело проходило, поскольку мы только в марте закончили вот этот организационный период свой, у нас не было времени полноценно, полнокровно провести профориентационную работу. Поэтому наши студенты, которые поступали на квалификационный уровень магистр-специалист, то есть они знали университет, что это такое, это наши выпускники, бакалавры, магистр-специалисты мы практически полностью заполнили. Мы поработали, у нас есть такая, более-менее прилично с техникумами и сделали, осуществили набор на так называемые интегрированные курсы. Они на второй курс пришли к нам после окончания техникума. Вот с бакалавратом, с теми абитуриентами, которые шли на первый курс, тут, конечно, проблемы. Руководитель университета отмечает, что большая часть поступивших в этом году – это мариупольцы, а те, кто приехал с территории, контролируемой незаконными формированиями, это в основном студенты, которые не сразу присоединились к своему университету. Поэтому дети, которые остались там и получили дипломы в Республике ДНР, они увидели, что это такое, что даем. Мы сравнили, и некоторые приходят к нам. С потерей года. Вот те, кто поступили в прошлом году, министерство разрешило им по тем ЗНО, по тем сертификатам, которые они в прошлом году давали, прийти к нам на первый курс. Светлана Марова также добавляет, что университет сохранил все свои лицензии и выдает дипломы украинского образца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова